девочки дорогие всем привет из зары сегодня я в заре и я очень хотела поснимать сам магазин за столько всего интересного и столько всего красивого но у меня совершенно забит весь телефон у меня совершенно нету памяти в телефоне я поняла что если начну снимать обзор то я не смогу снять примерки я обязательно сюда вернусь поснимающий обзор магазина потому что здесь такие красивые вещи ну может быть я парочку сниму прям буквально не обзора вот совсем чуть-чуть просто показать вам что здесь есть какая красота и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok А сегодня у нас тематическая примерка. Я поняла, что тематические примерки, например, все черное, или морская тематика, белое с синим, или что как-то лучше, это более интересно, лучше заходит, чем просто рандом ли примерять какие-то вещи. Я сегодня решила сделать Total DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я очень надеюсь, что я в нее влезу. Это размер медиум. Но не было large в магазине, но не было. Я боюсь, что я в нее не влезу, но будем как получится. Но еще кое-что я принесла некоторые джинсовые вещи. Очень интересные джинсы. Посмотрите, это их правая сторона. То есть это не вывернута наизнанку, это вот так вот они выглядят. Это суперинтересно. И я надеюсь, что тоже с размерами я угадала, потому что, ну, как знаете, в Заре, особенно и вообще в магазинах, с размерами очень трудно бывает. Быстро показываю вам. Я сегодня вот тоже в джинсе. Может быть, это навело меня на мысль снимать Total DimaTorzok Джинсовые джинсы. Синие такие лодочки замшевые, рубашка, жакет. У нас, наконец, стало тепло. Я свои пальто осеннее поносила, может быть, несколько раз. Вот реально. Потому что все остальное время... То было очень холодно. Сейчас прямо сразу стало так резко тепло. И я вот... Да, и значит, это у меня винтажные. Я вам показывала эти бусы. Бусы, цепь. И моя рыба тоже вам показывала, вы ее знаете. Все, давайте будем примерять и посмотрим, что из этого получится. Мне очень интересно, потому что, ну, как всегда, музыка гремит. В общем, посмотрим, что получится. Так, девушки, первый комплект. Спортный. К моему величайшему удивлению, я влезла в эту юбку с мылом с трудом. Это размер medium. И я, конечно, застегнулась, но так очень плотно. Мне нужен был бы ларч, но ларч в магазине нет. И даже экстра ларч я взяла, но его тоже в магазине не было. И вот такой вот топик-жилет джинсовый, который я решила надеть вот на эту вот мою рубашку, в которую я пришла, потому что мне кажется, что они между собой как-то подходят. И, по-моему, получилось неплохо. Прикольно. Единственное, что это, по-моему, экстра ларч, и он так не очень плотный. Я вам сейчас скажу, в чем проблема. Большинство вещей вот этих джинсов, они продаются в разделе тиры, по-моему. В общем, для молодежи и тинейджеров. И у них, конечно, все очень-очень маленькое. И, в общем, даже размер экстра ларч мне как-то немножко маловато. Поэтому я вот с таким вот трудом во все это втиснула, но втиснулась. В общем и целом, я немножко нарушила джинсовую Total джинс тему, потому что я надела вот эту вот мою блузку. Но, в принципе, это не так уж и плохо, учитывая, что она такая тоже немножко такая синяя. Синяя. Ну, синюю, короче. Я вам сейчас покажу. Я сейчас ее сниму и покажу. Померю по-другому немножко. У меня есть курточка сверху, я надену. И покажу вам эту юбку, как она выглядит вот без рубашки. Так, второй комплект. Значит, я сняла свою рубашку. Оставила вот этот топ. Сверху прикрыла его курточкой, потому что он размера экстраларч, но, по-моему, только вот здесь. Вот здесь он очень узкий. Он еле-еле на меня сходится. Но у него невероятно огромный вырез. И бретельки в нем, он такой на шлейчках, очень-очень низкие. То есть я так и не могу вам показаться. Но я приподниму потом эту курточку, чтобы вы увидели. Вот. Вот, хотела бы показать юбку. Видите, она мне очень узкая. Мне, конечно, надо было бы лардж. Очень жаль, что в магазине нету. Она меня очень облегает. Но я удивлена, что я просто вообще даже в нее застегнулась. Для меня это просто удивительно. Потому что я давно, уже давно не покупаю ничего medium в Zara. Мне очень все мало. И вот я хочу вам показать, как красиво эта юбка выглядит вот с такой вот широкой курточкой. Курточка, кстати, тоже medium, но она довольно такая просторная. И очень симпатичная, коротенькая. И очень красиво выглядит. Это такая даже куртка-рубашка. Видите, как интересно она сделана. Вот здесь вот приподнята как-то. Сзади немножко длиннее. Не смотрите на мой живот, потому что в этой юбке он просто выпирает безобразнейшим образом. Но вот разного цвета джинса, видите? Причем на юбке тоже. Посмотрите, видите, здесь клин вот этот. Он, по-моему, посветлее немножко. А джинсовая курточка вообще светлая и очень симпатично выглядит. Я правильно застегнула? Да, правильно застегнула. Вот такой вот образ. Конечно, жалко, что юбка у меня узкая, потому что мне очень хотелось примерить. Сейчас это виск. Вот эти вот длинные джинсовые юбки. Это сейчас просто виск сезона. И я думаю, что large мне бы, наверное, тоже была бы так плотно. Потому что medium мне очень плотно. Она как-то даже пересобочилась у меня. Ну ладно, я уже не стала ее сильно поправлять этим внизу. Она вот такой вот необработанный край. Очень симпатичная. И я вам сейчас, может быть, как-нибудь... Нет, потом покажу с чем-то другим. Ну, в общем, вот такой вот образ. Так, это тоже джинсовая рубашка. Но та была короткая. А это, видите, такая длинная, расслабленная, свободная, широкая джинсовая рубашка. Которую можно носить вот так вот с этой юбкой. Можно носить под пояс. А внизу у меня все тот же топ. Я все вам его пытаюсь показать, но особо не вываливая свою блюзь. Свой... Ой. Я не знаю. В общем, короче, он выглядит вот так. Вот. Давайте я вам вот так буду показывать. Он очень, в принципе, симпатичный. Вот здесь, видите, он такой хорошенький. Это такой топик. Сзади у него резиночка. И сверху... Как-то я... Может, я телефоном заслонюсь? Сейчас. И вот здесь вот сверху, видите, он на таких вот прительках. Но вырез настолько огромный, что я просто не рискну сюда снимать в таком виде. Но, в общем, вы поняли, да? Вот это вот топик. Он очень симпатичный. Единственное, что он какого-то размера. Я не знаю. У него огромный вырез. Но он, видимо, не предназначен для того, чтобы его носить вот так вот. Он предназначен, видимо, для того, чтобы его носить на какой-то топ. Может быть, майку, футболку трикотажную. Или вот что-то такое. Потому что такой огромный вырез. Или вот у кого маленькая очень грудь, просто без лифчика. Вот тогда она как бы будет выглядеть не так вызывающе, так скажем. Ну, в общем, вот такой вот он. Вот такой вот симпатичный топик. Я вам еще на вешенке сниму, и вы тогда лучше увидите. Так, вот смотрите, я вам его показываю. Размер Extra Large. И стоит он 45 долларов. 46-45.90. И вот он вот такой. Ой, примерочный маленький. Все у меня падает. Никакого стула, никакой табуретки нет. В общем, короче, он на пуговицах. Пуговицы эти расстегиваются. И сзади вот здесь вот у него, видите, резинка. Что сильно не помогло мне. Я думала, что он будет на мне лучше. Ну, он прям маленький такой. Видите, здесь такие приятные, приятные, симпатичные разрезики. И вот такой вот верх, как будто бы две чашки и бретельки. Я, конечно, в принципе, думаю, что его нужно больше носить как жилет, чем как просто топ. Потому что у него очень глубокий вырез. И я думаю, что как топ он очень малоприменим. Но вот как такой джинсовый жилет, который можно надеть сверху на рубаху или на футболку. Единственное, что для меня, даже Extra Large, мне настолько узкий, что даже вот я его примеряла со своей вот этой рубашкой. И мне было очень некомфортно, потому что он был очень маленький. Кстати, это их линейка. Ну, в общем, сейчас не сказано. Раньше у них были эти линейки, woman, TRF разные. А сейчас у них как бы этого нету. Но он висел в отделе, где продаются вещи для подростков, тинейджер, молодых девушек, вот так сказать. Так, юбка, размер medium. 80 долларов она стоит 79,90. И, конечно, мне нужен был размер побольше. Но это сейчас виск, эти юбки. Вот именно вот такие вот. Она немножко такая скрешенная, как будто бы годы. Это очень комплиментарный фасон. Все их сейчас продают, мандо, все масс-маркеты, абсолютно все. Потому что это какой-то сейчас вот прямо тренд. И эти юбки. Вот так вот она сделана внизу, они обработаны, как будто бы не подложили то, чтобы было подложено. Ну, в общем, такой вот стиль. Стиль вот этих вот юбок, они сейчас очень-очень в тренде. Прямо очень в тренде. И заря, она стоит 80 долларов. Наши карты. Посмотрите, какие интересные, прикольные джинсы. Вы понимаете, они как будто бы сшиты наоборот. Вот там вот сзади пришиты карманы. Сейчас я попробую себя лучше снять сзади. Я их примерила с этой вот джинсовой коротенькой рубашечкой, курточкой. Мне нравится в них вот необычность. Я не могу сказать, что они уж так на мне хорошо сидят. Хотя, в принципе, не так уж и плохо. Я их подвернула. Они, в принципе, внизу до конца идут вот такие вот вывернутые наизнанку. Но я просто их подвернула, потому что они у меня очень длинные. В принципе, вы знаете, мне кажется, что получилось неплохо, потому что вот именно вот эта вот синяя часть, когда они подвернуты. Ну, что вам сказать. Интересные джинсы. Такие. Вот что мне нравится в Заре, что здесь есть очень много необычных, интересных вещей. Вот даже джинсы, помните, в прошлый раз я примеряла джинсы, они были все рваные, в краски заляпанные. Тоже с какими-то странными карманами. Вот сейчас вот такие вот. Я, честно говоря, нигде не ведела таких джинсов. Нигде. Ни у кого. Они широкие, очень плешные. Посмотрите, вот так они выглядят сзади. Ну, я ожидала худшего, честно говоря. В принципе, неплохо. Ну, в общем, вот, вы поняли, да, здесь вот на вывернутые джинсы пришит карман синий. Интересно. В общем, вот такая вот штука. Такие вот интересные джинсы. Прикольно. Просто очень прикольно. Вот, смотрите, какие интересные эти джинсы. Ну, вы поняли уже на мне, да. А, кстати, размер восьмой американский, сороковой, европейский. Ну, они довольно большие такие. Они просторные, широкие. Меня не лежали, нигде ничего. Стоит восемьдесят долларов, недешево. Но я вам хочу сказать, чтобы вы понимали, что вот внизу вот так вот они сделаны. Нету ни... Это то, что я их подвернула, это я их подвернула. В принципе, они вот такие. Ну, можно подвернуть их. И вот так вот сзади сделаны карманы. Видите, пришиты. Пояс, как будто бы, в общем, как будто бы джинсы наоборот. Все швы здесь наружу. И внутри. Видите, вот так вот они сделаны внутри. Здесь вот все эти метки, карманы. Ну, вот внутри они такие темно-синие. Простроченные, как обычные, джинсы должны быть. Очень интересно. Очень прикольный фасон. Я, честно говоря, ничего такого не видела. Так. Сарафанчик джинсовый. Коротенький. Вы знаете, что? Я принесла его не для того, чтобы вот так вот его примерить. Потому что я понимаю, что это не... Ну, в общем. У меня есть идея, как его можно носить. Ну, вот так вот он выглядит, как сарафан. Просто. Он не очень короткий. Вернее, он короткий. Но, опять же, это размер экстра-ларч. Поэтому я... Он не слишком коротко на мне выглядит. Я вам хочу сказать, что у меня очень похожий сарафан был году в 2000-м. Да. В районе... В районе 2000-го. Вот прям точно. Только он был не на замке, он был на пуговице. Прям очень похожий. Или в 90-м каком-то, или в 2000-м. Я его очень любила. Потому что он был очень классный, очень прикольный. Он был примерно вот такой же длины. Я тогда была килограмм на 15 худее, чем сейчас. И на мне он выглядел шикарно. Конечно, сейчас, тогда я могла его носить вот именно вот так, с такими туфлями, знаете, шпилечки на каблуке. Сейчас, конечно, если его носить, то, конечно, нужно что-то плоское. Какие-то кроссы такие, знаете, классные. Или что-то такое. Но, конечно, не такие вот шпилки на каблуке, потому что это как-то выглядит уж очень старомодно. И сейчас я его попримеряю с разными вариантами. Кстати, он расстегивается до конца, до самого низу. Видите, у него такой замок плашнод. Его можно даже как накидку такую, как верхнюю что-то. Как жилет такой длинный. Собственно, для этого я его принесла, чтобы вам показать, как это можно носить. Но сейчас я примерю его с разными вещами. Но я просто вам хотела показать, как он выглядит вот без ничего. Просто сам по себе. Во-первых, я могу его носить вот так. Я просто надела вниз свои джинсы под него. Жалко, у него нет никаких карманов. И он как бы выглядит уже не так похабно, не так старомодно. А, в принципе, выглядит как будто бы это топ. Такая туника, не платье. А вот такая вот туника. И внизу джинсы. И получается такой тотал джинсовый лук. Мне еще кажется, что довольно интересно оно выглядит вот с этой вот джинсовой курточкой. Потому что они абсолютно одного цвета. И, во-первых, мы прикрыли ручки. А, во-вторых, ну, не только потому, что мы прикрываем ручки, а потому, что нам просто элементарно может быть холодным из рукава. Но поскольку они одного цвета, то это выглядит как будто бы какой-то вот, как будто бы один пист, так скажем. Да, как будто бы это какой-то такой вот жакет с каким-то продолжением. И внизу вот такие вот джинсы. Мне кажется, классно. Смотрите. Они выглядят как будто бы что-то вот одно. Как будто бы это один, одна вещь. Потому что они абсолютно одного цвета, одинаковые. Прикольно, мне нравится. Смотрите, я его расстегнула. И получилось, он как получился просто как такая жилетка, как верхняя, такая накидушка. Потому что у него молния до конца. Она, в принципе, полностью расстегивается. Я надела вниз мою рубашку, которая подходит тоже по цвету. Вот, то есть, вот синее, такое синего-голубое. И можно вот так вот его носить. Видите, просто как жилет. Сверху, как просто верхний жилет. С джинсами и с рубашкой. В принципе, можно и с этим топом, но... Я уже, наверное, сейчас не буду его влезать. Сейчас просто покажу вам. Смотрите, я так присобачивала под низ вот эту вот... Вот эту кофточку-топик-жилетку. Тоже можно вот так вот надеть на рубашку. Сделать такой тотал-джинс. Я просто уже не стала ее надевать на себя. Потому что она такая узкая, что я с трудом в нее влезаю. И вылезаю мне прямо от нее очень-очень дурно. Но идея в том, что, видите, вот мы можете надеть что-то. Какую-то блузку. Топ. Джинсы. И вот такой вот... Вот такой вот жилет сверху. Вот это платье в качестве вот жилета. Жилета вполне может быть использовано. Жалко карманов не будет. Так, почем... Почем, кстати, это платье? 60 долларов. Оно не такое дорогое. Тоже я примеряла размер экстраларчи. У меня он, в принципе, хорош. Вот здесь вот он немножко подмышками великоват. А вот в сталии и в копе он не в самый раз. Вот так вот он сделан полностью на замке. Видите? И его можно полностью расстегнуть. И будет это такой, как будто бы, жилетик. А сзади он, ну, вот такой вот обычный. Так, что я вам еще не показала, девочки, по-моему... А, сейчас, подождите. Курточку сниму. Вот эта вот рубашка почти у меня не была использована. Сегодня как-то я принесла, ну, что-то размер large. 60 долларов она стоит. Ну, что-то как-то она... Не знаю. Просто обычно такая... Ну, вы знаете, что как джинсовая просто такая рубашка. Она довольно удобная. Здесь как-то пуговица пришита снаружи. Странно. Чтобы это не значило. Причем только с одной стороны. Это так специально или случайно они приколотили пуговицу не туда. Да. Ну, в общем, просто как такая базовая джинсовая рубашка. Она хороша. Но как-то у меня сегодня... Один раз я ее надела. Ни с чем она у меня не сложилась особенно. Вот эта курточка мне очень понравилась. Она, в принципе, недорогая. Стоит 50 долларов. Красивый такой джинсовый цвет. Пуговицы такие железные. Интересные карманчики здесь. И длина хорошая. Видите, она не совсем как куртка. Она даже больше как рубаха. Давайте посмотрим, как она сзади сделана. Потому что мне кажется, что она... Она довольно объемная. Нет, обычная просто. Просто она с боков немножко короче, чем сзади. Испередь. Ну, вот такая вот обычная кокетка. Вы знаете, очень-очень удобная, как короткая джинсовая куртка. Вполне-вполне сгодится. В принципе, ее можно носить как верхнюю, а можно и как рубашку. Потому что она не очень толстая джинса. Она такая вполне такая, что ее вполне можно носить. Это был размер медиум. То есть, ведь она довольно-таки объемная. И стоит она всего 50 долларов. Ну что ж, дорогие девушки, такие у нас сегодня были с вами примерки. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вам понравилась идея Total Jeans. Может быть, я что-нибудь еще такое в следующий раз найду. Здесь интересно. И вообще сейчас джинса просто в моде, в моде. И вот именно Total Jeans'овый лук сейчас просто супер-супер в тренде. И вот эти вот юбки, все вот эти вот рубашечки. Тут еще были всякие платья, которые я на себя не натяну. Даже если я не буду месяц кушать ничего, то я все равно, наверное, не влезу. Такие узкие джинсовые платья. Я смотрела, но даже экстраларч. Я посмотрела, что он на меня вряд ли налезет. Уж юбку в виде у меня как-то всунулась. И то, я не знаю, каким-то чудом чудесным. Все, люблю, целую. С вами была Дита. Всем привет. Всем привет из Канады. Пока-пока-бай.